Девушки отдыхают 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 то возникает вопрос о привлечении родителей к ответственности. Ну вот давайте конкретный пример разберем. Сейчас у нас осень, пара грибов продолжается, ягод еще, люди ходят. Ну вот возьмем какой-нибудь населенный пункт в Кировской области, через который проходит железная дорога. Выходной день, дети не в школе, дети пошли где-то погулять, где-то на краю этого населенного пункта, а там железная дорога, и они вот тут на путях находятся. Это все уже нарушение, да? Если им не исполнилось 16 лет. Каждый случай просматривается индивидуально. То есть дети могли, родитель может вообще где-то, в принципе, рядом находиться и непосредственно. Не, ну вот если его нет, например, родители дома, а дети сами по себе гуляют по населенному пункту, где есть железная дорога. Я продолжу. Так, так. Здесь необходимо рассматривать все факторы, которые привели к тому, что дети пошли, ну вот допустим, дети пошли 15-летние в лес гулять, собирать ягоды и так далее. Вместе с тем они не приближаются к железной дороге, они находятся рядом с ней. Ну, мы детей отпускаем в школу тоже, в 15 лет они ходят самостоятельно. И в 12 ходят самостоятельно. То есть, получается, родители, если они знают, где находится их ребенок, они дома с ребенком беседуют, уверены в том, что ребенок у них не будет совершать какие-то деяния, о которых они не будут знать, и которые не будут нести за собой какие-то правовые последствия, то почему тогда ребенка не отпустить? Вместе с тем бывает так, что родители, в принципе, не знают, где находится ребенок. Бывает так, что доставляются дети за совершение правонарушения, о которых мы уже говорили, и инспектор уведомляет незамедлительно родителей о том, что ребенок был выявлен там-то и там-то. И родители бывают иногда просто в шоке, потому что они, в принципе, не знали, где находится их ребенок. Такого быть не должно. То есть абсолютно бесконтрольно они проводили свое время. Да, и если речь идем об абсолютно бесконтрольном проведении времени, когда родители вообще не знают, где находятся дети, то здесь, конечно, может идти речь об ответственности какой-то со стороны родителей. Ну, я так понимаю, если сотрудник транспортной полиции заметит детей вблизи железной дороги, вот так проходя, не знаю, там, инспектируя, он все равно наверняка поинтересуется. А что здесь ребята вообще делают? Знают ли их родители, что они здесь находятся? Это входит в обязанности сотрудников. Да, конечно, потому что сотрудники транспортной полиции, в особенности инспектора по делам несовершеннолетней, заинтересованы в том, чтобы случаев травматизма было как можно меньше, а лучше не было бы совсем. Вот, Евгения Вячеславовна, когда говорите, сколько было случаев травматизма, чаще всего возникают там и травмы, и гибель людей по каким причинам? В следствии чего? В следствии соприкосновения с подвижным составом. То есть попадают под поезд, да? Наезд, да? То есть это самая такая частая вещь, да? То есть не контролируют то, что идет поезд, они оказываются на пути и попадают. Да. А вот какие-то вещи, вот помните, были истории там в том же Татарстане, связанные с поражением электрическим током, скажем. С поражением электрическим током, да. У нас это тоже периодически случается. В текущем году у нас один несовершеннолетний тоже получил электротравму. Очень хорошо, что он выжил. Вместе с тем травмы были достаточно серьезные. Дети, к сожалению, не всегда знают о том, что на объектах железнодорожной инфраструктуры имеется напряжение. То есть не все знают о том, что нельзя залазить на поезд. От этого можно получить очень серьезную травму. Но, как бы сказать, зачастую это вообще смертельные исходы. Напряжение какое-то, 27 тысяч? 27 тысяч вольт, да. И дело здесь даже не в том, что можно залезть на вагон. У нас были случаи в 2020 году, когда скидывали с пешеходного моста, скидывали или провод, или что-то еще, и он попал на контактную сеть. И, соответственно, другой тоже дети были травмированы. Обо всем этом... Ну, ситуации, да, бывают разные, безусловно. Что происходит на самом деле, иногда сложно предугадать, конечно. Да, вы не закончили мысль просто, мне кажется, или нет? Нет, я просто слушаю, потому что я понимаю, что там помимо собственно контактного провода вверху еще довольно-таки сеть есть и подземная, наземная. Вот все это, да, то есть там ведь током-то может стукнуть, где попало. Вообще рядом с железной дорогой. Ну, это уже к техническим специалистам. Ну, да, я к тому, что лучше бы подальше держаться от этих всех мест, да, детям-то. Вот об этом речь, что дети бесконтрольно находиться на железной дороге не должны. Но если все-таки инспектор выясняет, что родитель в курсе, где находится их ребенок, то все, ответственность от него убирается? Ответственность автоматически с него не убирается, вместе с тем выясняются все обстоятельства, как я уже говорила о том, почему ребенок там находится, в курсе ли родители, каким образом вообще осуществляется взаимодействие родителей и детей. У нас, к сожалению, сейчас такое время, когда родители всегда заняты, все работают, и получается на детей остается очень немного количества времени. Ну, так вот, если по сути разбираться, то ребенок приходит домой, родитель приходит домой еще позже. Проверены уроки, чисто бытовые вопросы решены, а то, что в итоге творится у ребенка в жизни, родители зачастую не знают. Здесь также необходимо отметить такую не очень простую тему, как появление на железнодорожных путях детей, которые решили свести счет из жизни. Да, весьма и весьма такая непростая тема, да. Поэтому очень хотелось бы все-таки пожелать родителям быть ближе к своим детям, знать, что у них творится в жизни, в душе, и не допускать таких случаев, потому что многие дети, видя, что они не находят отклика от родителей, они либо попадают в компании, которые в дальнейшем вовлекают их в какое-то отклоняющееся поведение, либо вот случаются такие трагические случаи, которых вполне можно было бы избежать, если между ребенком и родителем были бы доверительные отношения. Давайте еще такой конкретный случай возьмем. По-моему, уже несколько лет прошло, широко тогда в средствах массовой информации освещалась эта ситуация, так называемая селфи. Селфи на транспорте, да, и, по-моему, транспортная полиция тогда несколько раз с предостережениями даже выступала, что не вздумайте вы на объектах железной дороги там забираться куда-то, пытаться себя сфотографировать, и было несколько даже... Я помню эти фотографии, вот стоит парень, сзади идет поезд, чтобы красиво сидеть с себя на фоне красивого локомотива, да, вот это я помню. Насколько, Евгения Вячеславовна, актуально это для нашего региона? В текущем году в нашем регионе таких случаев выявлено не было, но действительно, такое имеет место быть, и с этими случаями мы пытаемся бороться, предотвращать и профилактировать. Ну, у нас идет, конечно, и, во-первых, объяснять заранее, у нас проводятся профилактические выступления и в школах, и в техникумах, вот, и также необходимо отметить, что сотрудниками транспортной полиции производится мониторинг сети интернет, на которых выявляются подобные случаи, случаи вовлечения, в том числе детей, в такую деятельность. Ну, то есть просто вот прям просматриваете фотографии, а, и видите, это же на фоне где-то железной дороги сделано. Да, и проводятся проверки по поводу... Ну, а ведь вообще-то, Евгений, фотографировать на железной дороге как бы не запрещено, или есть какие-то ограничения? А вы давайте об этом поговорим. Поговорим, да, потому что тема интересная. Что касается фотографирования... Красивые, с поезда-то, ну как такие они сфотографировали? Как таковое фотографирование не запрещено, но вместе с тем, это же сопряжено с тем, что люди при этом находятся на железнодорожных путях. А как иначе? Или вблизи непосредственно. И это, опять же, может быть связано с травмированием. То есть, получается, если человек пришел сделать интересные фотографии, он может этим делом увлечься и не заметить поезд, потому что есть некоторые места, перегоны, у них зона просмотра довольно маленькая, сужена, и машинист своевременно тоже может не успеть среагировать на человека, который будет находиться... Это зависит от диаграфического местоположения, да, рельефа местности, так и конкретно. Об этом я и говорю, да. И может не успеть среагировать, и, соответственно, мы в итоге опять получаем травмирование. Поэтому фотографирование как таковое, оно, конечно, может иметь место быть, но вместе с тем, с соблюдением каких-то правил безопасности и в непосредственной близи с железной дорогой. Если говорить о других, так скажем, причудах детей, какие еще распространены происшествия на железной дороге? Ну вот ребята побежали играть, там, не знаю, что-то класть на рельсы какие-то, предметы. Насколько это сейчас распространено? Потому что люди, родившиеся в советское время, все, наверное, прекрасно знают, что если положить монетку, мы сейчас никого не учим, да, и посмотреть, что потом будет, или камушек там подложить. Вот насколько сейчас это актуально для работы транспортной полиции. Или что-нибудь такое, что мелко взрывается. Помнишь, были для пистолетиков детских такие? Пистолетики, так называемые. Да, они так хорошо под колесами, так пш-пш-пш. Да, еще раз повторюсь, мы сейчас как раз мы говорим то, что не нужно делать. Не настаиваем, не призываем. Мы были неправы в своем детстве. Такие случаи распространены и сейчас, да. И вот мне хотелось бы отметить, что в текущий момент этим, так сказать, страдают у нас дети младшего школьного возраста, что также вызывает опасения, потому что при наложении различных предметов на рельсы, они также могут не заметить приближающийся состав. Так они, наоборот, под него и кладут. Они под него. Да, вот они видят, пошел поезд, надо класть. Давайте не будем углубляться в эту тему. Да, и действительно, данное явление все еще, к сожалению, распространено. Недавно мне звонили коллеги из соседнего региона, мы разговаривали с ними на эту тему, мне рассказывали вообще очень интересный случай, когда родители сами непосредственно приходят с детьми и кладут эти монетки показать детям. Ну, мне кажется, это уже выходит за все рамки, потому что родители сами вызывают интерес у детей к подобным развлечениям. Это совершенно недопустимо. Наказание за это вообще есть? Наказание за наложение предметов различных на рельсы есть, оно предусмотрено статьей 11.17 Кодекса административных правонарушений. То есть отдельные штрафные санкции? Да, конечно, штрафные санкции в первую очередь, а для лиц, которые не достигли возраста привлечения к административной ответственности, в отношении них собираются материалы и направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав, которая может принять решение о постановке данного ребенка на учет. Ну, а комиссия, как известно, у нас, она ведь привязана к территориальным управлениям, да? Да, все верно. По районам города там назначается заседание, вызываются родители законные, представители уже там, собственно, выносятся конкретное решение. Да еще и в школе беседы проводят. Беседы проводят, конечно. Это, мне кажется, для детей самое страшное, что их в школе вызывают и проводят беседы. Если постановка на учет у нас, она предполагает собой в дальнейшем коллегиальное рассмотрение КДН, когда происходит, в дальнейшем проводится профилактическая работа несколькими сразу субъектами профилактики, и поэтому, да, потом работа проводится с разных сторон, с разных направлений. Евгения Вячеславовна, если сейчас попытаться составить ну вот некий портрет несовершеннолетнего подростка, ребенка, да, нарушителя на железной дороге, что это, как правило, это мальчик, это девочка, он и в школе не очень хорошо учится, и другие проблемы у него там есть с дисциплиной, с поведением. Вы же все равно изучаете конкретный случай, да? Мы изучаем конкретный случай, но я бы не сказала, что здесь... Или абсолютно разношерстная публика. Можно сказать, что у нас правонарушения на объектах железнодорожной инфраструктуры осуществляют непосредственно мальчики, которые плохо себя ведут в школе и с плохой семьей. Такого сказать нельзя. Нет, у нас доставляются и мальчики, и девочки из разных семей, и состоящие на учете, и вообще никогда не попадавшие в поле зрения сотрудников полиции. Поэтому какой-то конкретный портрет, я думаю, составить будет очень сложно. Ну, как правило, это ведь наверняка компания. Один ребенок, ну не знаю, на железную дорогу в одиночку прям, ну вряд ли, наверное, пойдет. Мы с вами уже поговорили в начале, что подростки не приходят на железную дорогу для того, чтобы нахулиганить. Такое случается обычно спонтанно, и поэтому это могут быть и не группы детей. Ну, там его торопится. Человек перешел железную дорогу так, что тоже школу опаздывает. Чем они идти до мостика, условно говоря, он просто перебежал здесь. Он может быть один, если совершенно так сказать, не подумав, просто потому что опаздывает. Я-то хотел спросить, вот раньше, когда показывали про нарушителей железнодорожных, были вот эти все темы там, прицепились к вагону, покатились куда-то, залезли безбилетники в поезд. Вот это все осталось у детей? Это у нас есть, но... Вы тоже этим занимаетесь? Мы этим тоже занимаемся, но следует отметить в этом направлении у нас хорошую профилактическую работу, потому что в текущем году у нас так называемых зацеперов выявлено не было. Зацеперы, те, кто прицепились и покатили до Ленгаса, надо обратно покататься, да? Да, да, да. То есть нет? Таких у нас в текущем году нет. А это вот как? Это из-за того, что стало сложнее проникнуть там, или просто умнее люди стали, или это ваша работа? Компьютерный век, на другие какие-то вещи перейтировалось подрастающее поколение. Ну так мы предполагаем. С чем это связано? Я думаю, что это связано с многими факторами, в том числе и с хорошей профилактической работой. Хороший ответ, да. О профилактике, да, о конкретных советах, рекомендациях чуть позже поговорим. Вот если, опять же, проводить параллели с дорожной ситуацией, да, с автомобильными дорогами, зачастую нарушителями дети становятся непосредственно при участии своих родителей. Например, родители, да, в неположенном месте сами за руку потащили. Родители еще, не дай бог, находятся в состоянии сильного опьянения алкогольного. Вот насколько это характерны, вот эти сопутствующие факторы для железной дороги, когда там тот же родитель в не очень трезвом состоянии, да, вместе с ребенком нарушает и присутствует здесь. Фиксируете такие случаи? У нас выявлялись случаи, когда родители вместе с детьми переходили железнодорожные пути. Вот я считаю, что в данном случае родители поступают крайне неправильно. Мы сталкивались с различными реакциями при этом. Причем с нарушениями переходили. Причем с нарушениями, конечно. При этом они же показывают пример ребенку, каким образом можно поступать, сами непосредственно наталкивая его на мысль, что это правильно, потому что все, что бы ни делал родитель, это является правильным для ребенка. И потом в дальнейшем этот же ребенок придет и пойдет там, где его учила мама. У нас в текущем году был такой случай, выявлен не один, проводились с некоторыми, с многими проводились профилактические беседы на тему того, что это недопустимое поведение. В отношении одного из родителей не так давно был составлен протокол об административном правонарушении. То есть сотрудники по делам несовершеннолетних посчитали о том, что мама ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, они перешли абсолютно все пути. То есть вы знаете, что у нас несколько платформ. Это когда многополосная? Да, 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 да. Многопутная. И вместе с тем, таким же образом она оказывает негативное влияние на воспитание своего ребенка, на его нравственное развитие. Ну, понятно, да. Я так полагаю, где-то в районе ЖД вокзала было. Это было в районе ЖД вокзала, и протокол был направлен в комиссию по делам несовершеннолетних, но, к сожалению, решение мы пока не получили. Ну, это, видимо, где-то в недалеком прошлом. Да, это было в недалеком прошлом. Больше всего интересна реакция родителей всегда. Мы ничего абсолютно плохого не сделали. Почему-то родители не задумываются. Это абсолютная несознанка, что называется. А что такого? Да, что такого? Родители не задумываются о том, что они подают пример своим детям. У нас подходит время небольшой рекламной паузы. Буквально минутку. Она продлится. Я напоминаю, что мы говорим сегодня о профилактике несчастных случаев и правонарушений на железной дороге. В первую очередь у нас в гостях Евгения Сохранных, начальник отделения по делам несовершеннолетних Кировского линейного отделения МВД на транспорте, майор полиции. Минуты, и мы вернемся. Продолжаем наш разговор. У нас 70 небольших минут остается. Еще немало вопросов. В том числе должны мы о конкретных советах и рекомендациях для взрослых людей, родителей, поговорить о том, как не допустить несчастных случаев на железной дороге с участием детей. Традиционно ведь у нас объекты железнодорожные еще и привлекали бегунков, так называемых детей, которые убегают. Которые убегают, это способ их перемещения, потому что им надо куда-то дальше идти. Периодически читаешь в новостях о том, что, я не имею в виду сейчас конкретно наш город, но вот где-то в России сотрудники транспортной полиции наткнулись на ребенка абсолютно одного, потом выяснилось, что он вообще из другого региона приехал, и он скитается уже давным-давно по просторам нашей необъятной родины. Как у нас, Евгения Вячеславовна, дела с этим обстоят? Насколько часто вы контактируете с бегунками в том числе? У нас тоже выявляются такие дети, которые следуют из одного города в другой, ушли из дома, купили билет на поезд, поехали. Как так? Для того, чтобы купить билет, нужен паспорт. То есть человеку должно быть уже 14 лет. Он с паспортом пришел, купил билет и поехал. Отлично. И таким образом получается, что если он едет из какого-то другого региона, а там было написано заявление, то мы получаем в дальнейшем ориентировку и потом работаем по ней. И данный ребенок выявляется, и в дальнейшем решаются вопросы о его передаче законным представителям. Также сотрудниками транспортной полиции осуществляется сопровождение поездов на пути их следования. И при выявлении безнадзорного, беспризорного ребенка точно таким же образом информируется дежурная часть. И в дальнейшем принимаются меры либо об определении этого ребенка куда-то в социальное учреждение, либо о передаче родителям. Там те же случаи с детдомовцами, например. Да, они же если убежали, они стараются как можно быстрее, как можно дальше от этого места переместиться, чтобы их уже не нашли наверняка. Поэтому тут железная дорога попадает. То есть я понял так, что сотрудники линейного отдела, они в том числе и поезда сопровождают? Да, конечно, сопровождаются как пассажирские, так и электропоезда пригородного сообщения. То есть там как бы уже внутри есть человек? Да, внутри есть люди, которые обеспечивают, во-первых, общественный порядок в сопровождаемом поезде, в сопровождаемом составе. И в том числе следят за тем, чтобы не было у нас. То есть, условно говоря, если проводница или проводник заметит, что какой-то странный молодой человек без взрослых... Он может обратиться к наряду сопровождения, который в дальнейшем будет принимать меры. Просто заинтересуются, подойдут, выяснят. И если необходимость, то снимут просто. Евгения Вячеславовна, еще такой вопрос. Ну, я знаю, у сотрудников правоохранительных органов есть такое шутливое понятие постоянного контингента. Нарушители, которые из раза в раз попадаются, но ничего на них не действует. Для вашей работы, сферы деятельности, понятие так называемых рецидивов, насколько характерно? То есть, вот одних и тех же приходится задерживать, одними и теми же беседовать. Ну, ничего не понимают. Хоть колу на голове, тише, как говорится, да? Я бы не сказала, что это явление систематическое, но вместе с тем такие случаи действительно имеют место быть, когда у нас попадается ребенок второй раз. Один раз даже был случай, когда ребенок третий раз совершил такое же, аналогичное право нарушения. Вот в данном случае опять же хотелось обратить внимание на ответственность родителей. То есть, когда ребенок попадается первый раз, с родителями осуществляется профилактическая работа о необходимости контроля за времяпрепровождением ребенка. Если ребенок второй раз доставляется с трудниками транспортной полиции за аналогичное право нарушения, здесь также может иметь место быть рассмотрение вопроса о привлечении родителей к ответственности. Если второй раз родители привлекли, а он все равно третий раз, ну там ведь, возможно, просто он опять же там, ну вот за что третий раз? Он опять перешел или перешел там дорогу, не в том месте? Ну, такое бывает, но здесь, смотрите, если систематически ребенок находится бесконтрольно на объектах железнодорожной инфраструктуры, то получается, что родитель должного контроля за его времяпрепровождением не оказывает. Ну, так ведь получается как? Вот если ребенок, условно говоря, ну, представим, что бегает в школу, дочери, залез на дорогу, родитель в любом случае его за руку не водит, потому что родитель на работе, скажем, он может и второй раз побежать, и третий, потому что ребенок, он-то и сам по себе ответственности никакой не несет, а ему так удобнее, ближе, там может, и обходить до ближайшего моста. То есть как бы тут и родителей-то в чем обвинять? Ну, не могут они вот... Я поняла ваш вопрос. Вместе с тем, сотрудники транспортной полиции используют возможности кодекса об административных правонарушениях для достижения того, чтобы случаев травматизма было как можно меньше. То есть если мы с ребенком провели работу один раз, второй раз провели работу, опять же, потом с родителями, то, опять же, возникает вопрос. Если родитель в курсе того, что ребенок в одном и том же месте, в одном и то же время переходит железнодорожные пути, хорошо, один раз с ним ничего не случилось, второй раз с ним ничего не случилось, а на третий раз мы снова получаем травмирование. И хорошо, если это будет несмертельное травмирование. Поэтому я понимаю, конечно, что вопросы к родителям здесь довольно сложный момент, но вместе с тем они должны контролировать время препровождения своего ребенка и то, каким образом, насколько безопасно он следует школу. Вот даже с стороны... Безопасный маршрут, так называемый. Да-да-да, вы говорили о сотрудниках ГИБДД. Ведь у нас у всех есть дети, которые ходят в школу, и в сентябре все получают буклетик о том, каким образом безопасно следовать школу. Почему же к этой же ситуации не отнести точно так же? Это такая же дорога, только железная. Ну вот мы уже логично, уже ближе к концу нашей беседы перешли к конкретным рекомендациям. То есть, во-первых, первое-наперво золотое правило, родители всегда должны знать, где находятся их дети. Да, родители должны знать, где находятся дети. Особенно, если семья где-то в районе, вблизи железной дороги живет. Да. И мы уже говорили о том, что были такие случаи, когда родители и сами ходили с детьми на железную дорогу. Не провоцировать у детей противоправное поведение. Не переходить вместе с ними, если это маленький ребенок, непосредственно вместе с ребенком. Не нужно допускать правонарушений. На его глазах это ведет к тому, что ребенок считает данное поведение допустимым и правильным. Нужно с детьми соблюдать нужную дистанцию. То есть, пожалуйста, уделяйте время своим детям. Знайте, что у них творится в душе, какие у них возникают проблемы. И когда у родителей с детьми доверительные отношения, проводить с ними какие-то профилактические мероприятия гораздо проще. И ребенок гораздо лучше им внемлет, нежели если с родителями... Лучше откликается на все эти вещи. Ну, может быть, в конце концов, просто вместе с ребенком пройти у железной дороги и рассказать, где можно находиться. Где можно находиться и где ждут его опасности. Да, и где есть опасности, и какие, что это очень серьезные опасности. То есть, чтобы ребенок тоже понимал прямо вот тут, что вот сейчас этот поезд, он очень тяжелый, если ты даже чуть-чуть под него пойдешь. Вариант только один, это будет равно. И причем, возможно, смертельное. Ну, вот вы сказали, да, о том, что в отличие от ситуации на дороге, у вас такой сезонности нет, да? Как-то вот равномерно по году эти, к сожалению, случаи распространены. Но я думаю, что в преддверии зимы тут нужно напомнить, наверное, отдельно. Все-таки зима, это обледенение, осадки зачастую плохая видимость. Тут тоже может ситуация усугубиться. Да, конечно, может усугубиться ситуация в плане того, что можно, в принципе, не заметить приближающийся состав. Ну, или можно не рассчитать буквально силы, извините, уже не поскользнулся. То есть ты как привычно перебегал, а здесь поскользнулся, и все, уже встать невозможно. Благодарим нашу гостю за этот разговор. Евгения Сохранных, начальник отделения по делам несовершеннолетних Кировского линейного отдела МВД на транспорте, майор полиции. Мы желаем вам, чтобы как можно реже приходилось сталкиваться с такими несчастными случаями, трагедиями. Ну, и надеемся на то, что и родители, и дети, и школьники большую сознательность в этом отношении будут проявлять. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова